Сегодня в Черкесске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Спасателя. На собрание пришли представители парламента правительства, руководители ряда министерств и ведомств, сотрудники и ветераны чрезвычайного ведомства. Подробнее расскажет Мурат Жанкёзов. Мероприятие открылось с выноса знамени главного управления МЧС по Карачаево-Черкесии, после чего был продемонстрирован ролик, посвященный деятельности МЧС и обращения президента России Владимира Путина с трибуны собравшихся с профессиональным праздником поздравил начальник чрезвычайного ведомства Александр Голоколенко. По поручению главы республики Рашид Борисовича Терезова, хотел бы также искренне передать его слова благодарности всем вам, присутствующим в этом зале и вашим коллективам, которые сегодня в наших районах несут боевое дежурство, передать от него истинные пожелания всем вам векового здоровья, успехов в службе, и чтобы каждый из наших бойцов возвращался со службы домой целый день. В этот день искренние слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников и ветеранов спасательных служб, тех, кто ежедневно рискует своей собственной жизнью ради спасения других. Дорогие друзья, разрешите поблагодарить вас и по праву можно сказать, что управление Покорачаево-Черкесской республики достойно несет звание спасателя. Хочу также поздравить вашего руководителя Александра Федоровича Голоколенко, пожелать ему успехов на его нелегком пути и пожелать вам всем мира в ваших домах. Отличившихся сотрудников главного управления МЧС Покорачаево-Черкесии наградили почетными грамотами Народного собрания республики. Одним из лучших в стране по праву считается поисково-спасательный отряд имени Дзираева. Уже более 30 лет его сотрудники приходят на помощь жителям и туристам, внося свою лепту в динамичный процесс развития наших курортов. Запомнился мне тот факт, когда в минус 15 градусов наши спасатели там спасли женщину. И где-то сейчас на носилках везли по тропе, сложной тропе, зимой это было, когда вышелся летник. И это благодаря этим людям спасли жизнь. И хочу сказать, в таких фактах очень много. Ваша работа неоценима, сложная и неоценима тем, что вы делаете, дарите людям жизнь. По традиции лучших сотрудников управления МЧС отметили нагрудными знаками и благодарностями. Некоторым из них были присвоены очередные досрочные специальные звания. В этот день со сцены звучало много теплых слов благодарности и поздравлений с профессиональным праздником. А настоящим украшением мероприятия стало выступление творческого коллектива пограничного управления ФСБ Республики и артистов Государственной филармонии. Мураджан Кьюзов, Вести Карачева, Черкесия.